Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами сегодня вновь Фунтикова Тамара. И сегодня я вам хочу рассказать, как я использую карнавальные парички в своем творчестве. Перед вами лежат эти же карнавальные парички. Они бывают очень разной расцветки. Вот, смотрите, вот такой вот беленький. Такие парики я использую для своих домовых. Я из них делаю бороду и волосы куклам. Вот такой у нас еще есть паричок. Смотрите, какие локоны. Это тоже карнавальный парик. Очень такой красивый цвет. Вот такой вот есть, рыженький. Тоже такие небольшие, такие локоны. И он не сильно длинный. Тоже он подойдет для наших кукол. Так, вот, каштановый. Посмотрите, какие вот здесь завитушки. Вот спереди у него там есть прямые волосики. Такие он. Вот. А здесь вот такие вот. Смотрите, какие красивые локоны. Тоже пойдут для наших кукол. Что же я с ними делаю? Если вывернуть парик наизнанку, вот, то на этой стороне вы увидите сетку. То есть, трессы пришиты вот к этой сетке. И что нужно сделать? Нужно взять ножницы и разрезать эту сетку. А потом уже от этой сетки потихонечку распустить и освободить трессу. Я здесь уже начала распускать один паричок. И сейчас я вам покажу, как это делается. Вот сетка. А вот это сама тресса. Вот. Я беру ножничками вот так вот. И потихонечку я освобождаю ее от сетки. Вот они бывают разные. Вот видите, вот я распустила. Получилась вот такая вот тресса. Дальше смотрю. Так, вот она у нас пошла. Эти парички стоят где-то в пределах 200 рублей. Их можно купить в магазинах для праздника. В больших городах они продаются. Я живу в поселке, поэтому у нас такого магазина нет. Я его выписываю с фирмы Simuland. У нас есть группа совместных покупок. И я там заказываю. И вот, какие мне нужны. Я захожу на сайт. Выбираю, какой мне нужен цвет. Заказываю и потом получать их. Получаю. Вот. И вот таким вот путем я полностью распускаю весь парик. Так, вот сейчас я дойду до конца. И покажу вам, как его пришивать нужно. Ну, какая длинная тресса попалась. Видите? Так, коротенькая. Это прям длинная. Так, ну, отложим немного и я покажу. Обязательно освобождаем вот это все. Ниточки отсюда убираем. Приготавливаем трессу, чтобы ее пришить. Так. У меня здесь есть такая черновая голова. И вот на ней я вам и покажу, как это я делаю. Я беру самоисчезающий маркер. И вот, где мы пришивали затылочную частью на губы, я вот так вот беру и намечаю вот так вот все, чтобы нам закрыть все это. Все швы закрыть трессами, чтобы его не видно было. Вот так где-то у меня волосики будут, да? Так, теперь находим так вот центральный. Это где-то у нас вот так вот будет центр. И можно начинать вот отсюда. Вот такие вот полосочки мы рисуем. Именно по этим линиям мы потом и будем пришивать. Можно даже ближе. Смотря какие трессы у нас. Чем ближе мы будем пришивать, тем незаметнее будет, что они у нас пришитые. Вот так вот. И вот так вот все, все так до самого низа вот так очерчиваем. Именно вот отсюда будем пришивать, вот, чтобы вот этот шов не видно было. И будем начинать с самого низа. Даже можно прям по самой вот этой вот линии пришить первую треску. Берем тресу саму. И смотрим, как мы будем ее пришивать. Или так, или вот так. Видите как? Сильно, да? Сильно поднимается, некрасиво. Наверное, все-таки, наверное, вот так будем пришивать. Чтобы она немножко... Да, вот так вот, мне кажется, лучше будет. Так, берем иголочку с ниточкой. Так, сейчас я иголки ниточки найду. Так. Закайте наш папер. Так, вот такие у меня ниточки есть. И нам нужно найти такого цвета рыженького. Вот, кстати, покажу вам такую штуку, которую сделал муж. Вот такая досочка, видите? И тут у меня ниточки. Очень удобно. Вот, я возьму такие рыженькие ниточки под цвет наших волосиков. Иголочку. Так, какую нам тут такую иголочку, чтобы и ушко было такое более-менее. Я, наверное, вот эту возьму. Так, вдеваю. Ниточка такая толстенькая у меня. Поэтому можно взять в одно сложение. Так, делаю узелочек. Так. Нахожу точечку где-то вот здесь вот она у меня будет. Вот так вот. Прячу узелок. Внизу так вот затресаю. Вот так. И начинаю прошивать, пришивать. Так, немножко, когда подтягиваем, ниточку совсем не видно. Так, вот здесь я вижу, у нас осталась немножко сетка. Так. Так, вроде бы, я ее убрала. И начинаю так же швем до конца. Так, что-то, видимо, у нас появилось. Почти не видно, да? Смотрите, ниточки взяла в тон волосиков. И почти не видно. Так. Так, вот я дошла до конца. Вот видите, дошла до конца у нас. Точечка у нас, вот она последняя, вот она где. И если я вот так вот развернусь, да, не отрезая тресу и буду пришивать, то вот получается у нас немножко здесь волосики, немножко как-то дыбом, да? Можно оставить и так. Вот. Но я все-таки, наверное, отрежу. Вот, я отрежу и пришью так, как мы пришивали первую тресу, чтобы он как-то у нас не так сильно торчал в волос. И дальше будут пришивать. Так, я вот здесь вот фиксирую хорошо, чтобы у нас волосики не распадались, здесь вот не распускались. Так, вот здесь вот теперь должны зафиксировать хорошо, чтобы у нас не рассыпались волосики. И теперь мы начинаем пришивать уже по второй линии. Так, тоже смотрите, не так пришиваем, а вот так. Так, вот теперь смотрим, на каком расстоянии мы будем пришивать. Вот смотрите, вот так вот, да, уже есть просветы. Вот. Немножко ниже. Вот как раз, линия вот эта вот у нас идет. Так, теперь опять нам здесь надо закрепиться. Так. И вот так я буду пришивать, следующую тресу пришивать. Подтягиваем вот так вот немножко. Так, и так я должна дошить вот до этого кончика. Так же вот, как до этого вот. Вот так вот я должна буду пришить. Так, вот теперь я дошла уже до конца. Вот я делаю последний стежок здесь. Так, и теперь мне нужно опять отрезать тресу. Видите? Все, у меня здесь закончилось уже. И здесь обязательно нужно нам закрепиться, чтобы наши волосы не полезли. Они будут распускаться, если мы не закрепим тресу вот здесь ниточками. Все, вот смотрите, две у нас готовы, две дорожки мы с вами прошили. Так, третья. Третью мы пришиваем точно так же, как вторую и первую. Так же вот. Вот у нас линия идет. Вот, так же здесь фиксируем ее. Несколькими стежками. Вот, и по намеченной линии прошиваем. Так, можно так же прошивать еще так, назад иголкой. Кому удобно, можно так. Тоже. Тоже такой шовчик незаметный получается. Кому как удобно. Попробуйте, экспериментируйте. И у вас все получится. Так, вот видите, последний трес, и как раз она у меня хватает. Как раз за шов идет. Так, ну, я думаю, здесь все понятно. Вот. Прошиваем вот так вот до конца, до конца, до конца. И вот здесь вот я уже вам покажу. Я пришила все тресы по намеченным линиям. Вот у меня что получилось. Вот, 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 вот. Видите, сколько полосочек мне пришлось пришить. И это то, что у меня осталось. Вот такой пятачок остался. Теперь, что же теперь делать? Теперь нам нужно взять длинную тресу. Измерить расстояние, вот это, которое у нас и тут вот остается. Вот, вот мне так вот. И я вот так вот эту тресу складываю. На всю длину, сколько вот у нас треса есть. У меня здесь, наверное, на сантиметров. Сорок, наверное, тридцать. Вот так вот. Вот я сложила. И теперь я полностью вот эту сложенную тресу, я должна ее вот так вот пришить. Вот так. Так, у меня вот тут иголочка есть. И вот так вот берем какую-то часть мы пришьем на этой стороне. Так, вот. Теперь разворачиваемся. Получается, мы пришиваем вокруг. Ниточку подтягиваем. Теперь вот тут захватываем, сколько позволяет нам. Дальше. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...